Следить за ногами. Как только всадник сделает шесть шагов, вы просто пробегаете мимо, всадник атакует и срывается в яму. Серьезно, да? Мне уже кажется, что... Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Булджати, этот сырный мастер принес нам еще одно сырное видео про сырных боссов в играх. Сыра много не бывает, давайте же посмотрим. Как главный поставщик сыра на ютуб, сегодня я решил вас немного побаловать классическими сортами, созревающими в лучших условиях. В комнатах боссов. Ведь нет ничего более выразительного, чем чизить главарей в играх. У этого сыра особый запоминающийся привкус, ради него стоит потерпеть несколько смертей и тратить время на его поиски. Этот вкус многим из вас знаком, но я попробую удивить ваши вкусовые сосочки. Только кусайте осторожно, ведь вас ждут весомые спойлеры, без них никак не... О, этот я знаю прикол, нужно было еще вниз вроде бы стрелять, он тоже считался. Если вы готовы, берите в руки слайсер, ведь с вами Булджать, и мы начинаем. Ох, блин, ребята, опять воруют, но это просто беспредел, конечно. Я антимайни, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки в честь открытия, поэтому, ребята, донаты, стим пополнение, всякие геншины, Бравл Старсы и прочее. А также добавился робокс и все игры с Майкрософт иксбокс. Приходите, смотрите, ссылка в описании. Знаете, как обидно, что небольшой участок моего мозга выделен под выжженный логотип черепах с Дэнди. Там могло быть выжжено что-то полезное. Даты дни рождения моих друзей и близких, например. Но нет, там черепахи. И вместо того, чтобы знать, кого и когда поздравлять, я помню... О, эти водяные локации, как же мы их обожаем. Просто 10 стим. Каждое место из черепах, где терял свою самооценку. Видимо, эта игра очень сильно впечатлила меня тем, что в ней абсолютно... У меня у самого Дэнди не было. Ну, как и Нинтендо Несс, ясное дело. Но я помню, я к подруге ходил, у нее Несс был. Было прикольно всяких там Mortal Kombat играть. У меня был PlayStation 1 уже в тот момент. Но в основном я обожал и Нессовские игры. Я вообще обожал пиксельные игры. Еще в детстве. И сейчас пиксельные игры. Просто моя любовь. Все сделано неправильно. Каждая мелочь в ней, вплоть до банального количества врагов на экране, выполнена не так. Все здесь является мусором, попавшим под века и приносит дискомфорт. Я не знаю, что сложнее. Пройти все Dark Souls подряд или перепрыгнуть яму в этой игре. Про черепах я упоминал уже не раз. И многие из вас знают про мои взаимоотношения с этой игрой. Но я не могу ее отпустить. Каждый раз, когда она врывается в поле моего восприятия, а она делает это, я не знаю, как ее остановить. Я понимаю, что мои худшие воспоминания об этой игре были положительнее, чем то, что есть на самом деле. Недавно я узнал про финального босса этой игры. Конечно, для меня это было новостью. Я до него не доходил, как и 99% игроков по всему миру. И у меня не было причин интересоваться, что же я пропустил. Мы все знали, что это Шреддер, потому что, ну а кто еще? И мы представляли, что победили его. Мы использовали любые методы самовнушения, лишь бы успокоиться и больше эту игру не трогать. Главное было рассказать друзьям, чтобы победили Шреддер. Да, реально. И ты придумаешь какую-то историю, потому что никто не побеждал. Такой, нормально, нормально. Ведь несмотря на то, что эта игра создавалась без учета того, что в нее будут играть люди, она ощущалась проходимой. И это самое неприятное, что делает с тобой эта игра. Она заставляет думать, что это не она достаточно плоха, а ты недостаточно хорош. И кто-то не смог этого выдержать. Ведь нашлись не только те, кто игру просто прошел, но и те, кто, оказывается, ее заспидранил. Я отказываюсь верить, что это могли сделать люди. Это невозможно. Миллионы лет эволюции человека противоречивших покажений этой игры. Полурак полу. Это правительство с проектом Суперсолдат. Кто-то. Только они могли пробежать эту игру за 17 минут, и надо бы их, наверное, поблагодарить. Ведь мы наконец-то узнали, что нас ждет в конце черепах. Как и предполагалось, это Шреддер. И как и все в этой игре, он дико неправильный. Он не соответствует этой игре вообще. Он слишком простой. Он оскорбительный. А реально слишком простой. После всех тех мучений, которые вы прошли, получать в качестве финального босса вот это недоразумение, с одной стороны, конечно, слава богу, но с другой стороны, разочаровывает. Ну да, что-то он изи. Вот есть, так скажем, босс на первом уровне. Ниндзя, который отлетает с двух ударов. Это самый рядовой противник. Он ничем не отличается от других. Он просто выделен в качестве босса по непонятным причинам. Шреддер точно такой же, только ударов требует больше. Любая яма в этой игре лучше, как у нас, она опаснее, чем Шреддер. Из любой точки локации его можно закидать фактически любыми поворапами, которые у вас точно будут на момент сражения. И он ничего не сможет вам сделать. Вы можете столкнуть Шреддера с платформы, встать на ее край и просто ритмично бить, пока он пытается до вас допрыгнуть. В теории, любая тактика, которую вы выберете... Это чисто битва с големом в Майнкрафте, когда ты строишь этот столб с трех блоков, и бьешь его топором. Но самое смешное, что Шреддера еще и чизят. И это самый унизительный чиз в истории. Если сразу после того, как вы зашли в комнату к Шреддеру, спрыгнуть с платформы, Шреддер спрыгнет за вами по такой широкой параболе, что в 100% случаев попадет в угол. И если просто встать рядом с местом его приземления, вы победили. Поскольку вы рядом, Шреддер будет пытаться ударить вас рукой, но его хитбоксы настолько криво прописаны, что он не дотягивается. И он будет махать своими короткими ручонками перед вашим лицом до бесконечности. Вы можете продолжать это сколько угодно, материть его и высказывать все, что думаете о его мамашке, пока вы не решитесь над ним сжалиться и не нанести финальный удар. И сразу после этого Сплинтер наконец-то может превратиться из крысы обратно в человека. По непонятным причинам. Он всегда мог это делать? Шреддер уникальный пример сырного босса. Ведь чизит его не потому, что надо, а чтобы поиздеваться. Я даже издевался. Прям издеваюсь. Когда босс настолько злобный, настолько надоедливый, что не оставляет вам другого выбора. Или если это, например, он. Босс, мать его. О-о-о, боссы вертолеты. Босс 3 очень постороничная игра. Ты ни за что не поймешь, как она хочет, чтобы к ней относились. С одной стороны, она с серьезным лицом говорит тебе о повстанцах, мести, свободе и авторитарных режимах, спонсируемых освободителями. С другой стороны, ты запускаешь коров в воздух, приклеивая к их активной двигателе. Несмотря на то, что эта игра средняя по многим параметрам, она бескорыстно дарит игроку кучу инструментов для увеселения. Одни только тросы показывают, что бы случилось, если бы демократию несли любопытные психопаты. Использовать машины как гранаты, это самое мелкое, что вы можете здесь сделать. Чем больше добрых дел ты сделаешь, чем больше людей ты спасешь от злобной тирании, тем более опасным и безумным ты будешь для этих же самых людей. Ведь у тебя открывается все больше приспособлений, запрещенных для использования в принципе. Ты можешь рассекать на танке с нитроускорителем и бахнуть ядерку из ракетницы просто потому, что она есть в твоем доме. Ну почему бы и нет, ну как бы да. И смотря на весь этот хаос, на количество взрывов происходящих за секунду и безумные способы, которыми ты эти взрывы получаешь, встретить в финале босса вертолета немного странно, как по мне. Ты ожидаешь чего-нибудь эдакого. Как минимум вертолет большего размера, но нет, это обычный вертолет, хоть разработчики и пытались обыграть встречу с ним хоть как-то интересно. Сражаться с главным злодеем нам предстоит не где-нибудь, а почти что в жерле вулкана, прыгая по лавовым озерам и уворачиваясь от снарядов. Сам босс вертолет защищен энергетическим щитом, из-за которого он светится как настоящий ангел. Впрочем, пускает он в нас самые заурядные пулеметные очереди и весьма опасные ракеты. Этот босс вертолет из разряда плохих. Он скучный, нудный и слишком долгий. Тактика борьбы с ним очевиднейшая. Уворачиваемся от всего, что прилетает в нас, прячемся за камнями и стреляем в ответ из самого мощного оружия, что есть, когда щит спадает с босса вертолета на небольшой промежуток времени. Ну босс вертолет это вообще классика, ну ее знать надо. И нельзя сказать, что босс сложный. Чтобы умереть от него, нужно уверенно стоять на месте и ловить лицом все ракеты, что в тебя летят. Да и к концу открывается оружие, способное разнести вертолет за 3-4 попадания. Знай себе, прыгай по скалам, да лови момент для стрельбы, но подождите-ка, у меня же есть трос. Прикрепленный к чему-либо трос в этой игре может притягивать вещи друг к другу или к земле. И если просто... Да ну нет, просто прикрепить трос к нему и к земле и он... Все? Соединить один конец троса к лаве, а второй к вертолету, он просто влетит в нее и взорвется в дребезге. И это вообще никак не штрафуется. Похоже, разработчики прибегли к помощи босса вертолета в самый последний момент, потому что не смогли придумать ничего лучше. Это просто нормально. До использования троса настолько легко додуматься, что ты начинаешь гадать, а не очередная ли это постирония. Ну то есть, вы можете пройти финального босса меньше чем за 15 секунд. И вам не нужна ядерная боеголовка, ракеты прилетающие из космоса, танки. Просто веревка. Это действительно странный, но очень полезный чист. Ну да прекрасно. Бене избавляет вас от нудной беготни и плохого босса вертолета. Так что пользуйтесь и не стесняйтесь. Даже несмотря на то, что это очень дешевый сыр. Удивительно, что разработчики его вообще оставили. Он слишком очевидный, слишком... Ну мне кажется, они его поэтому и оставили, потому что он прекрасен. Не знаю, мне нравится, да прекрасный чист. Чисто прекраснейший. Когда ты находишь сыр в отчаянии, вот тогда ты получаешь более качественные сорта сыра. О, привет. Бандикут очень легко может тебя обмануть. О, Крэш. Для милого и... Ну Крэш Бандикут просто можно ставить и ввестись в грусть, печаль, уныние. Потому что эта игра на самом деле не прощает ничего. Она сложная, очень сложная. Для позитивного персонажа, рыжий лисенок слишком хорошо умеет держать все ваше тело в напряжении. Играть в Крэша, то же самое, как стоять перед человеком, который в любую секунду может ударить вас между ног. И вы об этом знаете. Любое лишнее движение мышцой и больше никакого будука. Неподготовленный игрок вполне может сорвать себе нервы и горло из-за непонимания, как игра с такой милой цветастой графикой может быть настолько карающей за любую ошибку. Удивительно, что курсы в Крэше по сравнению со всей остальной игрой относительно легки. У большинства из них очевидные паттерны атак, которые повторяются из раза в раз и которые легко предугадать. Это будет чизн, которым встать типа в углу. Там-то и патрон. Может быть они и просты, но стоит вам сбить концентрацию всего на секунду и вы теряетесь в пространстве. Ритм сражения нарушается, пульс учащается и вы начинаете делать еще больше глупых ошибок. Сумма потраченных нервов побуждает искать самые оптимальные способы победы над боссом и порой они могут быть весьма неожиданными. Тинни Тайгер из Крэша определенно входит в разряд начальных боссов. Все, что он делает, это три раза прыгает вслед за вами по арене и втыкает свой трезубец в землю, открываясь для вашей атаки. Увернуться от его прыжков несложно, но как только вы его ударите, он выпрыгнет с арены и откроет клетки со львами. И вот тут ваша уверенность куда-то девается. Львы выбегают из проходов в случайном порядке и в случайном количестве, поэтому заучить их появление просто невозможно. Приходится уворачиваться и отбиваться. Время на раздумья у тебя как такового нет, всего секунда заминки и лев тобой уже отрыгивает. Приходится моментально оценивать ситуацию и двигаться в те стороны, где львов меньше всего. И обычно это получалось один раз из пяти. Эти львы принесли немало страданий детям, которые решили по ошибке развлечься в этой игре. С опытом приходит понимание, что можно встать на край арены и спокойно отбивать одиноко выбегающих львов. Но из-за того, что не всегда получается правильно оценить расстояние до льва, есть риск попасть в львов. Да, да, в этой игре на самом деле оценить расстояние – это искусство. Именно из-за ракурса камеры как-то тяжело оценить глубину. И это я заметил недавно, только я проходил. Я не прошел полностью, я начинал проходить именно ремейк первой части. И я понял, что на самом деле эта игра сложная и сейчас для меня, потому что... Ну, я вообще легко платформер как-то играю, мне платформеры легко даются. Наверное, один из моих таких жанров, которые мои, сигнатурные. И вот мне было сложно привыкнуть. Поэтому был найден куда более безопасный и куда более сырный способ. Перед появлением львов упереться в угол крайних левых ворот и, двигаясь вперед, просто проигнорировать львиную волну. Разработчики банально просчитали, сделав арену в том месте всего на несколько миллиметров больше, чем было нужно. Но этого хватило, чтобы Крэш мог там безопасно переждать самый опасный этап битвы. Забавно, что в ремастере Крэша, Энсейн Трилоджи, этот угол оставили нетронутым и игроки могут в нем все так же прятаться, как и раньше. Только теперь недовольная толпа, лишенная зрелищ, будет кидаться в Крэша целыми кусками сыра. Но если вы хотите попробовать настоящий, элитный, вкусный сыр, вы должны потерять нервы и терпение. Встретить такого босса, который вы будете ненавидеть всем сердцем, всей душой. Того, кто будет стоить денег, ведь вы будете бросаться в стены контролем. О, нормально, Роблокс. Кроме покупать новые взамен. Соулс игры, кладезь элитного сыра, кто бы мог сомневаться. В любой игре этой серии обязательно наступает момент, когда одного из боссов ты видишь намного чаще, чем других. Того, который не позволяет тебе продвинуться дальше вообще никак. Ты уже все про этого босса знаешь, сколько у него волос на теле, чего он боится, левое или правое у него поставлено. С его мамой ты вообще лично знаком, но ты все равно бегаешь вокруг и орешь ему в лицо, ну как тебя убить. А потом по твоей заднице шлепает какая-нибудь жвала, ты умираешь не только в игре, но и внутри, теряешь, так сказать, человечность. И с ничего не выражающим лицом начинаешь искать вокруг босса то, что тебе может помочь. То, что заставит босса потерять свою зону комфорта и стать максимально уязвимым. Ты начинаешь искать сыр. И если в любых других играх засырить можно одного или там парочку боссов, то в соул серии сыр нашли у всех боссов. Конечно, вам никто не мешает расстреливать всех из лука или просто играть за мага, но это не так интересно. Мы же ищем настоящий сыр, способный как минимум в половину облегчить самых сложнейших боссов. Серьезно, так? Нормально. И Смоуга. Эти двое в представлении не нуждаются. Они ответ на вопрос, как выглядят практологи в темном фэнтези. Люди бросали Дарк Соулс из-за простого описания этих боссов от других игроков. Ведь какой смысл проходить дальше, если Арштейн и Смоуг ждут ваши ответственности, и это награда за ваши труды. У них разный мувсет, у них разная скорость. Они могут достать вас в любом месте на арене, и они не очень-то и позволяют себя бить, открываясь лишь в очень редкие моменты. Вы уже будете истощены морально и физически, убив лишь одного из них. При этом второй поглотит силу первого и станет сильнее, так что легче бой во второй фазе явно не становится. И когда Арштейн и Смоуг впервые падут перед вашим упорством, захочется буквально лечь на пол и отдышаться, улыбаясь куда-то в потолок, потому что эмоции и адреналин тебя переполняют. Это, конечно, все приятно и правильно, но после 50-й неудачной попытки, возможность полностью пропустить первую фазу боя без каких-либо рисков становится очень уж соблазнительной. Все, что вам нужно сделать для начала, убить противников перед ареной с боссом, оставив только Серебряного Рыцаря, которого мы будем грязно использовать. Его, как дурочка, следует заманить к туманному барьеру, сделать репост, парировав его атаку и через анимацию частично просочиться в комнату к Арштейну и Смоугу, чтобы игра решила, будто вы начали битву. С первого раза может не получиться, но как только на фоне завоют мужики, а на экране покажется хп боссов, нужно просто пробежаться до ближайшего костра и отдохнуть. После этого, зайдя на арену, вы обнаружите, что Арштейн и Смоуг застыли и не обращают на ваши атаки совершенно никакого внимания. Тем самым, вы можете абсолютно спокойно убить одного из них и свеженьким войти во вторую фазу босса. Та же схема, кстати говоря, работает и с горгулями. Но если вдруг, ваше самоуважение и честь не позволяют использовать сыр против Арштейна и Смоуга, то не расстраивайтесь, у меня есть для вас вариант. Закидайте сыром кровать хаоса. Да, именно кровать. На ложе хаоса, как его именуют, это живое бревно не тянет. Этот босс никакущий. Проведите с ним пять минут в одном помещении и вы поймете, почему это один из самых раздражающих боссов во всех соусборнах. Вам всего лишь нужно ударить по трем слабым точкам. И это было бы до смешного просто, если бы не саморазрушающийся пол. 99% опасности содержится не в самой кровати, а в полу вокруг него. Вы умрете на этом боссе только в том случае, если вы не знаете, где появится ядр. Стоит запомнить опасные места, и босс больше не представляет никакой опасности. А, то есть боссы скриптованы. Пока все это запомните, пока все шишки набьете, вам захочется выйти из игры. И это будет правильным решением. Скорее выйти из окна, мне кажется. Тут как бы еще есть такой вариант. Прекрасно. Стандартный сценарий при уничтожении первой слабой точки запускается катсцена и пол начинает рушиться. Вам придется перепрыгивать через все помещение, чтобы добраться до следующей точки. А если вы играли в Дарк Соулс, вы знаете насколько... Прыжки тут великолепные. Да, прыжки тут великолепные. Но если выйти в меню сразу после катсцены, при следующем запуске вы появитесь перед входом к боссу. И первая уничтоженная слабая точка будет учтена. То есть вы просто спускаетесь к кровати. Без лишних проблем по стеночке подходите ко второй точке. Расстреливаете ее из лука или чего еще. Снова выходите в меню после второй катсцены и благополучно на кизе. Доходите до последней слабой точки в центре, пропустив всю нервотрепку, весь кривой паркур и падение в эти бесячие ямы. Можно конечно просто использовать две бомбы и полностью пропустить боссфайт. Но это не только неинтересно. Это еще и неуважение к ямам. А мы так не поступаем. Злиться на ямы не стоит. Потому что они как минимум честные. Так же как вы умираете попав в пропасть, умирают и боссы. У ям нет любимчиков. Им все равно кого поглощать. И это вы можете использовать. Можно убить босса в яму вытолкнуть. Можно было бы конечно вспомнить бэкодемона. Но там в яму чаще падаете вы, чем он. Ну бэкодемона просто сверху на него прыгать и бить. Это самый простой способ наверное убить. Действительно смог стать известным благодаря падениям. Это драконий всадник из старого Дарк Соуса. Вся популярность этого чела выстроена вокруг ямы. По идее, небольшая арена без бортов над пропастью должна была причинять дискомфорт вам. Вы должны были нервничать и бояться сделать лишний шаг. Но так уж получилось, что арена вам больше помогает и превращает грозного драконьего всадника в одного из легчайших боссов второй части. Все что вам нужно сделать, это следить за ногами. Как только всадник сделает шесть шагов, вы просто пробегаете мимо, всадник атакует и срывается в яму. Мне уже кажется, что сбрасывать в яму боссов стало такой же традицией для соулфорна, как болото. Такая возможность есть по сути в каждой игре Миядзаки. Даже в Элден Ринг есть очень забавный сыр, связанный с генералом Роданом и боже, как же я обожаю этого босса. Он очень странный. Бой с ним кардинально отличается от босса. Блин, босса ведь класса, конечно. Против него приходится вызывать армию фантомов и это нормально. Он рассекает по полю боя на полу гнилом пони при своих-то размерах и может улететь в космос, чтобы ничего не понимающий игрок через несколько секунд увидел это. Родан с таким шаром приземляется прямо в тебя и сносит не только полоску здоровья, но и здоровье душевное, потому что к тому, что он вытворяет, нельзя быть готовым. На следующих попытках ты начинаешь метаться по полю боя, пытаясь предугадать и увернуться от самонаводящегося астероида. И волею судьбы ты можешь оказаться около океана, который на самом деле яма со скином. План действий начинает выстраиваться сам собой. Сносите половину КП Родану, тот улетает ввысь и вы занимаете позицию прямо на краю береговой линии. Загадываете желание на падающую звезду, уворачиваетесь от нее в последний момент и наблюдаете, как генерал очень потешно приземляется прямо в свою могилу. Но не все ямы так просты. Некоторые требуют от вас чуть ли не спидранерских навыков. Ох, Секира, я не осилил ее, я в один момент ее скипнул. Я поиграл, мне она понравилась, но я понял, что меня не хватает на Dark Souls игры. Я понял, что вот насколько я люблю платформеры, насколько они легко мне даются, как там и шутеры те же, да, допустим. Настолько мне не даются Dark Souls и Souls-like игры. Вообще абсолютно не тот мой жанр игр, но вот так вот получилось. Это тот самый босс, у которого три полоски жизни и слишком много проворства для своих размеров. Арена с ним не просто так большая. Разработчики знали, что вы периодически будете в панике от демона убегать. Он не кидается? Или с чем он кидается? Обалдеть. Думаю, что вы хотите судьбу демона ненависти, когда он в нее упадет, пытаясь добраться до вас. Другим же боссам нужен противоположный подход. Не убегать от них как можно дальше, а наоборот, идти на самый близкий контакт из доступного. Никакой подвоз... И не подумайте, лишь эстетически интим драки на ножах. Игравшие в Resident Evil 4 понимают, в чем рельс скрещивания леса лучше, чем многие. А все благодаря этому мужчине. В этой игре множество запоминающихся и культовых сцен. Но драку с Краузером вспоминают даже чаще, чем эпизод в деревне. Что, если честно, меня даже немного удивляет. Краузер занимает экран всего на 10 минут, но за это время он смог украсть все внимание игроков. Бывший боевой товарищ Леона, переживший с ним немало смертельных ситуаций, внезапно хочет его хладнокровно убить. И это создает вот эту вот привлекательную энергетику злодеев из боевиков 90-х. Он злой, потому что ему так захотелось. А че ему кто сделает? Краузер настолько крутой, что он смог вложить адреналин и напряжение в нажатие трех кнопок. А на это далеко не каждый способен. Краузер ощущался опасным с первого своего появления. И для этого ему даже не пришлось превращаться в гигантскую скалопендру. Он как будто играется с тобой, абсолютно уверенный в своей победе. И у него есть на это причины. Он необычайно ловкий, мастерски владеет оружием и научился расставлять ловушки, просто посмотрев все части Рэмбо по сотни раз. А когда в решающем бою он внезапно отращивает органическую вину КВД и своей руки, самое последнее, что ты захочешь сделать, это приближаться к нему. Тем более он сам берет инициативу в ваших отношениях и быстро сокращает дистанцию. И все, что остается в этом случае, уворачиваться от его атак и спешно отбегать куда подальше, стреляя ему по ногам. Применять на полном серьезе нож против Краузера кажется абсолютно тупейшим способом самоубийца. К нему даже подойти сложно. Ты только делаешь шаг, а он уже улетел тремя сальтухами на другой конец уровня. Но как оказалось, нож это самое эффективное оружие против этого босса. И не только потому, что нож, как и во многих других играх, обладает повышенным уроном, но он еще и стагерит Краузера после каждого удара, а это компенсирует все риски и все неудобства использования ножа. Зажать Краузера в угол будет самой сложной задачей. Он слишком юркий и будет махать ногами у вашего носа. Но когда у вас это получится, его просто нужно спокойно и методично подщикать под его раненые стоны, игнорируя всплывающие на экране квиктайм-эвенты. Ведь он не сможет вам ничего противопоставить. Он будет падать на колени и безуспешно пытаться встать. Иронично, что в финальный акт этой затяжной битвы с Краузером разработчики добавили трехминутный таймер, думая, что вы будете нервничать, торопиться и допускать ошибки, теряя патроны и находясь под постоянным давлением ударов босса. Но просто используя нож, Краузера можно пройти буквально за 10 секунд. Интересно, знали ли разработчики Ролин Тевилл 4, насколько убийственным они сделали нож? Им же можно легко порезать не только Краузера, но и финального босса. Подожди, то есть, босс, любых боссов он стагерит, это серьезно? Прибегает дополнительным средством, а это уже серьезно. С другой стороны, чтобы использовать нож, нужен какой-никакой навык, смелость и понимание игры, поэтому разработчики могли и не заметить, что нож состоит из сыра. Но иногда сыр настолько очевиден, настолько прост, доступен и ошеломляюще эффективен, что ты начинаешь гадать, этот сыр здесь намеренно, или разработчики вообще не понимали, что делали. В дополнение к Скайриму Стражера... Скайрим это вообще сыр, блин, это просто игра про сыр. Света, нас сталкивали с Викарием Вертуром. Главный... Да, это босс, которого можно скинуть... И его принадлежность к вымертым снежным эльфам здесь не играет никакой роли. Просто как настоящий сой бой, Вертур может обидеться на все, что угодно, даже на обычное солнышко, а после ничего с этим не делать и обижаться еще больше, из-за того, что ничего не изменилось. Усугубляет положение еще то, что Вертур – вампир-интроверт, поэтому ничего не делать и обижаться он мог тысячелетиями, ожидая, что все само как-нибудь сделается как ты хочешь, буквально гений своего времени. Когда мы его впервые встречаем, перед нами предстает классическое бессмертное существо, уставшее от жизни и надменно развалившееся на троне. Пребывая в своих бесконечных фантазиях, где он великий мастермайнд и вообще альфач, он лениво посылает на нас орды слуг, не считая нас чем-то важным. Но когда его реальность, построенная на сигма-эдитах из тиктока, нами разрушается, он начинает паниковать, бомбит, взрывает свою сочевальню и убегает на балкон крепости, где с ним происходит весьма продолжительный диалог, из которого мы узнаем про его великолепный многоступенчатый план, непонятно почему обязаны сработать. И пока мы все вот это слушаем, мы волей-неволей будем рассматривать окружение и думать, как нам этого задрота победить. И очень быстро мы понимаем, что стоим на балконе, очень высоко над землей, и в быстром доступе у нас фус-рода. После того, как эта мысль посетит вашу голову, вы еще минуту будете молча смотреть в монитор, не моргая, потому что, ну не может же быть все так просто, да? Но это же тупость! Это же один из финальных боссов дополнения, важная драматическая схватка, и мы можем все закончить просто накричав? Как минимум вы попробуете это сделать. И как минимум у вас получится. Всего одним фус-рода. Мы заставим Вертура нелепо перевалиться за перила и разбиться в лепешку, потому что каким бы бессмертным вампиром ты ни был, гравитация свое дело знает. Главное потом не забыть спуститься к его трупу и забрать с него весь лут. А вам не стоит забывать подписываться на канал, заходить в Телеграм, группу ВК и Дискорд, иначе вы не узнаете, когда следующие поставки сыра. Прекрасно, я жду, я жду следующие поставки сыра. Ребята, это гениально. Я сейчас не смотрел видос, проставлю, соток на 2023, я обязательно посмотрю. Так, приходите на Булжать, подписывайтесь, лайки ставьте, пишите комментарии. Всем удачки, всем пока. Пау.